Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Мы будущие звезды сцены Все остальное нам Голой и загорелой спины Я бы сказала, да очень загорелой Чао, влюбленной Счастливо Слушай Я так понимаю, мы в щуку опоздали? Почему? Как Да, мне к бабуле пора Она меня будет ждать А вдруг кто-нибудь припрется Или уснет Слушай, вот че ты? Нет, ну надо Ну ладно, хорошо Ну что, завтра идём с утра? Идём с утра. Попроводим меня до утра. Ну, пошли. Девушка, ещё нет, пока не закончена. Куда вы? Да нет, Джон. Да нет. О, вот как сюрприз. Старый знакомый. Сиди-сиди, молюй. Помнишь меня? Да, помню. Было интересное знакомство. Да, я бы сказал, весёленькое. Век не забуду. И тебе не советую. Хочу предупредить тебя, обезьяна, чтобы больше в этом районе не появлялся. Тем более со своей мочалкой. Она тебе не мочала. Ещё раз увижу, меня и на себе. Понял? Извини, я не помню. Мы вам мешаем? Мешайте, мешайте. И нам, и всем остальным. Воздух тут портите. А мы привыкли дышать чистым воздухом. Чем пахнет, пацаны? Тюхлетями. Сейчас дам помню. Что? Что ты сказала, чёрная подстилка? Да по твоей наглой морде. Наташа, здесь не поможет. Ладно, отсюда мы идём. Ну, просто я вообще не понимаю, почему. Я ещё раз объясню. И не дай Бог ещё раз осветишься. Объяснение писать будем кровью. Причём твоей. Понял? Чугунок. Скоты твари. Не забудь добавить русские скоты и русские твари. И потом можете отвалить. Привет. Что за разборки? Ещё один знакомый. Я рад, что ты меня узнал. Ну, так какие проблемы, я спросил? Да пока никаких, но могут возникнуть. Короче, пять минут на сборы и чтоб ни ухом, ни рылым. Ты кто такой, чтоб тут командовать? А вот они тебе расскажут. А я при встрече не только расскажу, но и покажу. Погоди, я тебе что, было мало обезьянника? Так я могу напомнить. Браток, ну, не надо так. Я этого не люблю. Герой. Ну, ладно, нашла из-за кого расстраиваться. Что они вам сказали? Сказали, что пора жениться и уехать. А, вот и здесь. Можно? Вот. Портрет хороший, но мне больше нравится оригинал. Воробей! Портрет хороший. Давай, давай! Ну, нельзя, давай! Не могу. Кто там? Здравствуйте. Я вам звонила. Это студентка. По объявлению. Одна вы? Да, одна. Да. Ну подойди, глазку я посмотрю. Здравствуйте. Ничего. Приходи. Ух ты. Приезжая? Да. Да Муклов меч. Это женский монастырь. Было дело. Из провинции. А как вы узнали? По запаху. По запаху? Угу. А тебя повеяло таким здоровьем и силой. Москвичи-то давно так не пахнут. Спасибо. Проходи. Это моя гостиная. Да. Садись. Спасибо. И слушай. Значит так. Болтливых я не люблю. Что бы я ни говорила, ты должна молчать. И задавать минимум вопросов. Понятно. Отвечать коротко и ясно. Да можешь совсем не отвечать. Потому что чаще всего на те вопросы, которые я задаю, я давным-давно знаю ответ. А зачем тогда спрашиваете? Надо же проверить, что я еще не в полном маразме. Понятно. Дальше так. Убирать надо быстро и чисто. Угу. Готовить мало и вкусно. Угу. И петь. Что? У тебя что, со слухом плохо? Тебе же петь надо будет. Русские песни народные. И сейчас уже никто не поет, а я их ну просто обожаю. А какие, например? А ты прямо сейчас хочешь запеть? Я могу и... Нет, 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 не надо сейчас. Будет время, я попрошу. Давайте знакомиться. Да, конечно. Зоя Николаевна. Очень приятно. Поцелуй. Не-не-не-не-не. А зачем? Мне будет приятно. А мне нет. Строптивая какая. Строптивость — это не лучший способ в жизни. Как зовут? Екатерина. Куда поступаешь? А я уже учусь. В... В щуке. На первом курсе. Врю эти. Почему вру? Потому что Москва, она может за год изменить человека просто до неузнаваемости. Но если, слава богу, еще врать не научилась, и это хорошо. Простите, такой вопрос. Я хотела спросить, сколько вы мне будете платить? Ну, это уж как заработаешь. А поконкретнее нельзя? До утра доживем. А спать будешь на этом диване. Хорошо. А что ты не садишь? Ты был когда-нибудь в нокдауне еще? Один раз. А я сейчас живу как в нокдауне. Я не знаю, где кошку искать. Я ума не приложу. Мы договаривались. Вместе приезжаем. Вместе начинаем. Я стану знаменитым боксером. Она знаменитой артисткой. Представляешь, какая семья. Обалдеть. А теперь все коту под хвост. Коту? Коту под хвост. Это выражение такое, когда все напрасно. Плохо. Это значит, что про меня говорят. Это у меня все плохо. Вот. Это у меня коту под хвост. Потому что здесь я не зарабатываю. Потому что иностранцы. Я даже уже подумал, может быть, на стректиз пойду. Спортивные общества не возьмут, а опять иностранцы. Что мне делать? А вдруг возьму? Нет. Босс сам тебе сказал. Ну, только я буду ждать, когда... Надеюсь, когда ты станешь чемпионом. А я, кстати, буду твоим менеджером. В любительском боксе я бы еще постарался. А вот в профессиональном... Я знаю об этом боярке. Слышу. Хотя у них драли один черный... Томас. Кубинцы. Ну, сказали, хорошо дрался. Классно. Ну, а потом его убили. За что? Ну, за характер. Сказали, что проиграет. Он не согласился. А второй раз был большей ставкой. Большие деньги. Ну, он опять не согласился. И потом его убили в драку. Думаешь, меня будут готовить именно к этим боям? Уверен. А ты бы согласился? Да, наверное. Потому что это же большие деньги. И во-вторых, я хочу безобъемниться. Чтобы родители Наташи узнали. И сразу увидишь, а не забудешь, что в Африке поглазит мир. Черт, вы повал, эту машину и так не спится. Уменьшится. Ух. Ой, чего вам? Чего вам, чего вам? Не спится мне, детка? И что мне сделать? Ну, поговори со мной хотя бы. О чём? О чём-нибудь. Ну, о профессии своей поговори, о которой ты решила жизнь посвятить. Я тебя разбудила? Да? Да, разбудила чуть-чуть. Детка, прости меня, пожалуйста. Или таблетки? Ой, мамочка. Ну что? Хочешь быть артисткой, да? Я спать хочу. Спать ты будешь тогда, когда я засну. А сейчас побеседуй со мной, потому что я тебе за это деньги плачу. Подождите, вы мне никакие деньги сейчас не платите? Понятно? Вы обещали только утром. А если будешь так себя вести, то вообще ни копейки не заплачу. Ну, давай, рассказывай. Что рассказывать? Училась в школе. Ну? Это... в самодеятельном театре. Получала всякие призы. Мне сказали, что я талантливая, и я отправили поступать в Москву. Да? Ну и напрасно сказали тебе, что ты талантливая. Я ведь, знаешь, артистов насквозь вижу. Я сама артистка. И что, это вы меня видите, что ли, насквозь? И тебя насквозь вижу тоже. Это каким-то образом? И что, вот вы видите, что я не буду быть артисткой? Да, очень может быть, что ты не будешь артисткой. Очень может быть. Замечательно. А со зрением у вас все в порядке? Вроде как уже не молоды. И хамка. Да ладно, ничего, я хамок люблю. С хамками интереснее. Ну ладно, ну ты, может быть, хоть этюд мне какой-нибудь покажешь? Что? Этюд какой-нибудь. Этюд? Да. Вы знаете, сколько времени? Первый час. Ну что же, этюд какой-нибудь покажи, интересный какой-нибудь. Ну лучше даже, может быть, смешной. Это в оплату входит? В оплату все входит. Все, понимаешь? Любой мой каприз, любое мое желание. Замечательно. Влипло. Да, милая. Пойдем-ка мы с тобой лучше в туалет. Куда? В туалет. Это зачем это еще? На всякий случай. Давай, вставай, вставай. Вставай, пойдем. Пошли, пошли. Да я иду, иду. Пойдем, пойдем. Вас сторожить? Не сторожить, а петь. Что? Петь будешь песню русскую. Пой с чувством, громко. Не фальшивый. Русский народный, значит? Русскую, русскую. Давай, пой, а я буду слушать. Ну, начинай. Я жду. Пой. Вот мчится тройка, почтовая, По волке матушке зимой. Немчин уныло напевает, качает будной головой. О чем заново молся детина? Тебя кто огорчил? Скажи, тебя кто огорчил? Вот это и был этюд на преодолении. Поняла? Катя, будешь артистом? Будешь. Хочу спать давай. Быстро спать давай. Ну уж идем. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Катенька. Пиши, что надо завтра сделать с утра. Ты пишешь? Взять из прачечной белье. Квитация на кухне. Потом в аптеке купить лекарства. А утром я скажу какие. На почте надо заплатить за телефонные переговоры. А квитанции там с бумажками и с прачечной тоже все на кухне. Спокойной ночи, Катенька. Какая прачечная, Катенька. Катенька. Вчёку поступать надо. Катенька в прачечную. Вчёку поступать надо. Катеньку в прачечную. КОНЕЦ Работаешь? Нет, отдыхаю. Замёрзла. Ну, садись, замёрзла. Только не приставать, ладно? Ладно. Куда едем? Некуда. Совсем некуда ехать? Что? Вы? Что? Вы Дебров! Слава Богу, кто-то узнал. Мамочки, вы Дебров! Совсем некуда ехать? Некуда. Бездомная? Нет, я приезжая. Можно я потрогаю? Слушай, приезжая, поехали в одно место? Куда? В самый шикарный клуб Москвы. Там поесть можно? Там можно попить, потанцевать, там можно что хочешь. Едем? Поехали. Поехали. Иди сюда. Значит, что? Наш последний вечер? Ты так захотел. Нет, Анна, ты так решила. Я устала ждать. Мы живем уже почти три года, и до сих пор не могу понять, кто я для тебя. Любовница, подруга или жена. Я прошу подождать год. Один год. Я решу все проблемы, все вопросы. Год. Нет. Мои дети должны привыкнуть к тебе. Думаешь, за три года они не привыкли ко мне? Ну, конечно, привыкли. Но это не то. Они должны смириться с тем, что ты станешь моей женой. Они должны поверить тебе, полюбить. Аннушка, один год, я прошу. Один год. Нет. Нет, любимый. Для тебя год это ничего. Ты уже... Ты уже вне времени. А мне двадцать семь лет. И я хочу устраивать свою судьбу. Ты намерена искать ей уже завтра? Да, уже завтра. Я буду искать. Я... Нет, нет, не искать. Я буду выбирать мужчину. Мужчину, с которым я проведу всю жизнь, с которым я буду рожать детей. Мне нужна семья. Мне нужен муж. Именно муж, а не любовник. Ну, что ж. Значит, мы прощаемся. Мы прощаемся. Я всегда буду любить тебя. Но я приняла это решение, сама буду за него отвечать. Мне будет очень больно. Но я ухожу. Прощай. 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 Вы всегда так девочек снимаете? Нет. Только когда хреново. Вам хреново? Честно? А что такое? Нелюбимые? Рога наставили? Мам, рога. Да, рога. Я не верю. Да вы такой знаменитый, у вас, я не знаю, даже денег куча. Такая тачка шикарная. Нет, да не может быть. Сколько тебе лет? Днем 17. Да я и вижу. Ты ведь эмбрион еще, а вот когда проснешься, так вольешься в ряды. Безумный стирк. О, господи. Мамочка, это... Скажите, а что оно шевелится? Оно не шевелится. Оно массирует ваш восхитительный задик. Мамочка, я напугалась. Какой... Меня кошка забыла. А я, выходит, кот. Сегодня мяукаем вместе? Нет, с вами мы не будем мяукать. Что, не нравлюсь? Ну, почему? Нравитесь, ну, просто мне уже есть кем-нибудь мяукать. А где он? Такая странная история. Мы потерялись, вместе приехали и... Поступать приехали. Да, я на актрису, а он спортсменом хочет стать. Значит, это вот будущая звезда экрана, так? Ну, посмотрим. Время покажет. Надо сказать, довольно симпатичная актриса. Ну, хочешь честно? Мы как актер актеру. Одета, чёрт. Как могу так одевать? Вот когда мы тебя сейчас приоденем, из нас выйдет пара хоть куда. Мне не нужно. А вот сейчас заедем в нашной магазин. С этого непросто. Да, очень. Нет, у меня нет денег. Так у меня есть. Немножко. Алло, привет, зайчик. Это Мережка. Слушай, я на Арбате. Позвей ко мне. Нужно. Нужно, понимаешь? А, не можешь, да? Ну, ладно, извини. Смотри-ка. А вот и Дебров пожаловал. Ой, это Салтыкова. Да, а это Салтыкова Ира, собственной персоной. А это все свои. Кто будущая звезда? Я. Значит, будущие звезды идут смело и гордо. Прошу вас. Дима, привет. Прошусь, Витя. Мадам. Ты же мне обещал. Что? Программу. Миллион хочу. Ира, по поводу миллиона уже давно к Максу Галкину. Я думал, ты песню хочешь спеть. Будет миллион, будет песня, Дим. Сам знаешь. Знаю. Дальновидно. Я прошусь, Витя, у меня новый проект. Мадемуазель. Привет, Дима. Вот это кошка. Знакомься. Мережка. Катерина. Очень приятно. Прошу вас. Ну, приятно, не приятно, а садиться надо. Дим, а почему ты один? Как один? С девушкой, с симпатичной, если ты заметил. А твоя? Моя? Приеболела, Витя. Ты как странно говоришь. Ты как-то странно спрашиваешь. Вон же есть девушки помоложе, посимпатичнее, не так ли? А кто это? Это будущая актриса, а пока презабавная простушка. Пардон, мадемуазель. Ну, почему кошка? Царапаюсь. Всех подряд? Ну, вас бы поцарапало. Любопытно, почему? Потому, что почувствовала в тебе родственную душу. Ты год, Витя? Ты уж успела все обо мне рассказать. Ничего не рассказала. Зачем? По-моему, она все поняла и без рассказа. Значит, я вам не нравлюсь. Почему, разве царапают те, кто не нравится? Опа, это аванс. А вы кокетка, как я посмотрю, моя дорогая. Как всякая женщина. Дорогая, иди к Диме. Виктор. А, привет, сэр. Из последних. Ты с улицы в квартиру. Как темно. Ты щелкни выключателем и светом по переулку выстрелит окно, открытое сырым осенним ветром. Как? Класс. Сап? Дима, а как тебе? Нет слов. Ага. А вам? По-моему, великолепно. А кто это? Это? Катерина. 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 Великая Катерина. У меня девятая жена покойница тоже была и Катериной. Саша, иди к своей девочке. Царство небесное. Дима, иди, иди. Дима, наливай. Это что, Панкратов черный? Это Панкратов черный. Есть еще белый, Панкратовы будут разные. Ребята, выпьем. И за знакомство. И за кошку. А у Деброва-то проект. Ничего. Обрати внимание, как он на тебя смотрит. Что, девушка приглянулась, мой друг, так? Приглянулась. Ну да, приглянулась. Да ты просто запал на нее, так вот и скажи. Тебе что, сразу все так и рассказать? Слушайте, подождите, не надо меня делить. Можно я лучше пойду? Может, лучше мы потанцуем? О, с места в карьер. Ну что время терять? А я не против. Спасибо. А знаете, о чем я сожалею? О чем? Что вас встретил Дима, а не я. Меня никто не встретил, ни Дима, ни вы. У меня есть парень, и при том, любимый. Но вы же его потеряли. Но я его найду. Знаете, я сегодня потерял. И, похоже, уже не найду. Девушку? Ну, конечно, девушку. Не мальчика же. Слушайте, а если вы не будете искать своего парня, а? В смысле? Будем считать, что я вас нашел. Нет, вы уже свое отыскали. То есть? Ну, вам сколько лет? Достаточно. Боитесь сказать. Честно? Да. Если честно, то боюсь. Хотя возраст не имеет никакого значения. Имеет. Чего? Да. Особенно в любви. Да. Может быть, вас девушка и бросила, потому что вы... Вот в этом, дорогая моя, ваше самое глубокое заблуждение. Мой друг Толя Ромашин, к сожалению, покойный, как и сказал, возраст не количество прожитых лет, а количество оставшихся мгновений. У вас мгновения, у меня годы. Ах, вот так. Ах, вот так. Интересное заявление. Но я не слышу. А вы знаете токарю? Вилли? Конечно, знаю. Я всех знаю. Меня можете познакомить? Хотите, да? Да. Пойдем. Вилли, Вилли, эта девочка мечтает с тобой познакомиться. С удовольствием. Спасибо. Здравствуйте. Спасибо. Очень приятно. Вы знаете, вы в прошлом году были у нас в областном центре, и мы с мамой не смогли достать билет и расстроились. Но это не важно. Не волнуйтесь, я могу вам сейчас спеть. Прямо сейчас? И ваше расстройство пройдет? Конечно, пройдет. Спасибо. Так, садись и наслаждайся. Добрый вечер, уважаемые гости. Я рад приветствовать всех вас в этом замечательном культурно-развлекательном центре Арбат в ресторане Травикана. А для вас, очаровательная девушка, я с удовольствием исполню мои песни. И мне поможет в этом группа «Такси». Я тут в Америке уже четыре года Пожил во всяких ее известных городах Мне не понять ее свободного народа Меня преследует забудущий страх Когда приехал, разобрался очень быстро За кормку хлеба здесь приходится пахать Здесь хорошо живут ванкиры и министры И здесь любого над любого начихать Послушай, дай мне эту девочку Эту? А Аня? Аня ушла, все кончено А зачем тебе это? Мордашка может быть и симпатичная, но абсолютная же провинция, причем дикая Ты мог бы взять классную, гулевую девку при твоей популярности, это ведь не проблема Ну может мне нужна провинция дикая, мне нужно о ком-то позаботиться Так я три года заботился В этом жизнь, Дима, дай Ну пожалуйста, подыграть? Ну конечно Катя, вот я к несчастью должен ехать У меня, ну как сказать, прямой эфир А вы меня не подбросьте? Куда? Мне на вокзал А вы уезжаете? Нет, мне поспать Нет, вот я на вокзал вас не повезу Ну тогда остается мне Как подвозы Вот вы друг с другом, товарищи И разберитесь Я вещи в гардеробе оставлю Всего доброго Счастливо оставаться Все-таки я на вокзале В таком платье на вокзале Как-то неприлично появляться Поедем ко мне Вы будете спать в одной комнате Я в другой Так я вам поверила Я переоденусь в свое На вокзале Переодеваться? Я не буду приставать Я просто мужчина Мне это не нужно Будете приставать Выпрыгну в окне Я вас поймаю Уже утро? Здравствуй, утро прохладное Спасибо Вот мой конь Ух ты Нравится? Угу Прошу Спасибо Вот моя берлога Здесь живу И прозябаю Похож Похож Проходи, пожалуйста Ксюша Ку-ку Ку-ку Алло Все нормально Доехал Никто не остановил Ну кто меня может остановить Узнаваемое лицо Кавказской национальности? Димочка Все Больше говорить не могу Извини Пока Обнимает Целую Пока Здесь классно О, как высоко Смотри, свались Да Здесь по кругу, что ли? По кругу Попугай Кофе, чай Чай От кофе я не уснул А может и не надо спать? Мне завтра еще по институтам бегать Так что чай, чай, чай Ну ладно Будет тебе белка Будет и свисток А ты что, действительно хочешь стать актрисой? А почему нет? Ну ведь это практически нереально Приехать из тему таракани Попасть сразу на актерский факультет вуза А если я талантлива? Но в гитте же ты провалилась А я все равно талантлива Не исключаю Но кроме таланта Необходим еще момент везения А может мне уже повезло Ты имеешь в виду? Да, я имею в виду тебя Ничего себе хватка А то! Узнаю провинциалов Сам из таких А девочка-то симпатичная Переживаешь? Я слышала твой разговор с Димой Ты бедненький, несчастненький Одинокий Брошенный И тебе нужна девочка, чтобы развлечься И вдруг ты споткнулся на мне Слушай Я тебе нужна И ты мне нужен Так Нет желания девочке-то помочь Честно? Конечно, честно Нет никого Ну, если честно Пока такого желания нет А почему пока? Ждете от меня каких-то услуг? Это вы ждете от меня услуг Я? Ага Вы прекрасно понимаете О чем я говорю Ну, если ты имеешь в виду Что за молодость надо платить То нет Такой услуги я тебя не хочу И тем более платить не буду Молодца! Я тебя проверяла О, и ты довольна проверкой? Конечно, довольна Сказал бы другое Меня бы же здесь не было Слушай, вино есть? Вино есть Давай вино А спать? Не, спать я не хочу Слушай, напьюсь и все забуду Давай И меня? Тебя-то в первую очередь Ничего себе, кошечка Детка! Это ты? Я, я А, вернулась Вернулась Доброе утро Господи, кто это? Я не даром тебя По голосу-то не узнала Тут это Моя подруга Где она? Так она ушла Ну, ты-то как кстати пришла Скажи мне, пожалуйста Какая у меня шляпка лучшая Вот эта Или вот эта Меня на съемку пригласили Какие шляпки? Куда она ушла? Когда? Она сбежала Как сбежала? Я проснулась А ее нет Да не может быть Кошка! Какая кошка? Какая кошка? У меня вообще никогда Никаких кошек не было У меня были только одни коты Меня ее, впрочем, предупреждала Что этим все закончится Скажи, пожалуйста Ты не можешь мне помочь Проводить меня Меня на съемку пригласили Ты-то как кстати пришла Я с палкой Чего я одна И потом у меня вот Только за очень большие деньги За сколько? Сто зеленых Господи, боже мой Тут совсем все с ума сожрёст Откуда же у меня такие деньги? Мать, тогда решай проблему самостоятельно Ой, нахолок Господи, кошка Какой же все-таки мне лучше-то Шляпку все-таки Вот это Да нет, пожалуй, лучше Лучше вот это В подъезд можно? Ты не спеши, сейчас выйдет Куда наденься? Тихо, тихо, тихо Тихо, 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 все-все-все-все Все Стоять Где вторая, я сказал? Вторая где? Да я не знаю, она испарилась Молчим? Испарилась? Ах ты дудра А вот так где хорошо? Хуя Хуя, хорошо так Говори где? Говори вторая где? Стрямо-прямо, стрямо-направо Еще вопросы есть, пальчики? Вопросы у меня Таким вопросом А так хорошо? Больше нет Хорошо За двоих ответить мне Готовы? А что, у меня есть выбор? У меня всегда есть выбор Куда, куда? Иди сюда Тихо Гнида Гнида, ты понимаешь, что вы нас оскорбили? Унизили, ты можешь это понять? Запоминай адрес Улица Горная Там тупик В нем автомойка, поняла? Приводи завтра вторую свою овцу У нас будет Мочалку передай Передай, поняла? Поняла? Поняла Мягкая, мужская, интимная беседа И запомни, зараза Будешь получать каждый день по полной программе Понятно, пока не приведешь ее Беседа будет очень мягкая Очень мягкая будет беседа Адрес повтори Повтори адрес канал Автомайка Нагорная Вот так Вот так и запомни Зараза Что делаете, а? Мерусасово, что делаете, а? А ну-ка, оставьте девушку Я кому сказала, негодяи такие? Спокойно, спокойно, маманя Все, нормально Отойдите от нее Сейчас, бабуля, сейчас, все хорошо Все, 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 хорошо Отойдите Отойдите Уходим Все нормально, спеши вы Детонька За что? За что? За что они тебя? За черствость характера Мне простите, пожалуйста Не обижайтесь, ладно? Ну что ты Господи, Боже мой Господи, Боже мой Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok